Продолжение следует... 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 Следите за нашими информресурсами. Вся информация о Симферополе и о 22 июле, она уже была. Ну, если нет, то, наверное, еще будет выложена. Вот, поэтому здесь вопрос такой. 100 вопросов, 100 ответов. Да, здесь уже вопросы задаются. Ну, все, друзья, да, то есть, так сказать, это... Ну, что, друзья, давайте по результатам вот сейчас вчерашних репортажей и когда мы в едином комплексе показали всю работу КБ, это не потому, что Анатолию Дуаровичу было делать нечего, он провел столько времени именно и с журналистами открытой механики, то есть, очень такого популярного журнала у молодежи именно с точки зрения физики. И онлайнер, это крупнейшее интернет-издание Беларуси, которое также изучали, смотрели именно в разряде технологии. Вот, я в прямом эфире в перископе показывал. Друзья, как раз мы преследовали одну цель и мы четко ее добились и мы показали. Именно весь комплекс работ о том, что это то, что, кстати, произвело очень серьезное впечатление на специалистов, с которыми приезжал Ротхука, это очень серьезные инженеры из инженерной компании австралийской. Так вот, это то, что подготовлен и сейчас функционирует весь проектно-конструкторский комплекс. То есть, от постановки задачи, концепции до выработки инженерных решений, чертежей, потом изготовление опытных образцов, моделей, вариантов, потом изготовление чертежей и заказ это на производстве, авторский надзор, изготовление, монтаж и получение готового изделия, которое дает те свойства, которые декларируют свою технологию. Вот сегодня весь этот комплекс создан и уже юнитский, как генеральный конструктор, именно система, которую ставит, собирает едино и получает инженерные задачи. Соответственно, вторая параллельная работа, это уже менеджерская работа, это управленческая работа, как соорганизовать работу коллектива, организовать финансирование, организовать работу офиса, организовать работу производства, работу подрядчиков на именно уже экотехнопарке для того, чтобы это дело замыкалось в единый комплекс и давало результаты. Сегодня все эти задачи выполняет в одном лице генеральный директор и генеральный конструктор, это, конечно, очень непросто, это огромнейшая ответственность, но, тем не менее, на сегодняшнем этапе, когда идет воплощение именно интеллектуальных разработок, которые создавались десятки лет, сегодня это, наверное, единственное правильное решение. Со временем, конечно, это будет разнесено, наука будет отдельно, инженерия будет отдельно, управленческая и бизнес, это будет отдельно. Но на сегодняшний момент мы уже много раз проходили вопрос, когда менеджерские задачи выполняли одни, люди, которые не заинтересованы или не знают, как создавать и капитализировать интеллектуальную собственность. С инженерной частью занимались другие люди и всегда это, но, во всяком случае, до 2013 года это не давало эффективного результата. С 2013 года, когда было принято решение перейти на краудинвестинг и создать краудинвестинговую инвестпроводящую систему, весь опыт последующих трех лет показал, что это единственное правильное решение. И сегодня тот результат, который мы выносим на суд мировой общественности именно в сентябре, 21-23 октября, кстати, в личном кабинете сейчас Skyway Capital можно зайти, оплатить и увидеть, получить всю информацию о сентябрьской конференции в Берлине. Поэтому здесь не будем отвлекаться, заходите, смотрите, в личном кабинете вся информация есть. Скоро решили, чтобы проголосовать. Да, ну давайте, друзья, завтра мы, наверное, дадим еще комментарии по поводу голосования ресурсов на сайте РСВ, но тут уж, друзья, давайте дождемся завтра уже ответа специалистов и этот по поводу голосования. Так, куда я попал? Это вот у нас, видите, в перископе постоянно идут новички, которые входят. Друзья, давайте уже смотрите, то есть у нас довольно-таки долго идет наше общение, наша трансляция, поэтому пересмотрите либо заново, посмотрите записи, которые сегодня есть. Поэтому трудно каждый раз отвечать на вопрос. Поэтому вчера, я считаю, очень удачно получился вот этот вот замкнутый именно цельный продукт с точки зрения показа работы офиса, производственной площадки, потом эко-технопарка, работы генерального конструктора, команды, которые работают на производстве, команды конструкторов. Поэтому я думаю, что пока мы этим материалом будем пользоваться, им можно смотреть, давать на него ссылки. Вот, а со временем, может быть, единственное, что извиняюсь, что это сделано несколько так в экспромном порядке, что мы только осваиваем и перископ с его возможностями, и возможностями вот так вот в прямом эфире показать. Ну, я думаю, что получилось, в общем-то, я думаю, кто вчера смотрел, наверное, думаю, что получилось, наверное, так и неплохо. Вот. Семинар для русскоговорящих в Германии в июле. Да, мы уже проводили и не один раз в июле для русскоговорящих. Вот, и мы сейчас там являемся партнерами в Германии для Европейского агентства бизнес-проектов, который возглавляет Алексей Токарев. И мы сейчас каждый месяц, я буквально на прошлой неделе вернулся опять с очередного заседания этого клуба. Вот, следующее будет теперь где-то, по-моему, 19-20 августа, туда поедет Алексей Сухотовик, может быть, к нему присоединится Виктор Бабурин, а я буду на этом заседании клуба инвесторов теперь 17-18 сентября, и оттуда сразу поеду уже в Берлин и на ТЭК. Вот, поэтому здесь, да, Алексей, хороший вопрос, Олег, да, то есть я показывал, вот яблоко, я его еще весь ел, как краритет держу, это два яблока, которые на яблони, которые мы с ним посадили в октябре, вот, так что его яблоко его ждет, вот, я вчера в прямом эфире показал, что я свое яблоко взял, я его сегодня обязательно съем, просто на дневном вебинаре показал, вот, а на вечернем тоже, так сказать, это. И здесь родилась очень интересная, очень интересная такая, что я свои первые дивиденды, задают много вопросов, а когда будут дивиденды с инвестицией в Skyway и Экотехнопарк, я могу сказать, что я свои дивиденды, первые дивиденды уже в виде яблока получил. Это, конечно, друзья, несколько такая, ну, ироничная форма, вот, сейчас можно сказать, что действительно, как результат, это очень красивая облудороженная территория, где везде растет газон, посажены деревья, пасека, огород, и когда мэр Марьиной Горки приехал и увидел, что это год назад здесь был просто танковый полигон, соответствующий, заросший кустарником и бурьяном, соответственно, увидеть здесь развивающийся, процветающий, очень красивый место, где идет и строительство новой трассы, и где идет посадка, и растут уже тысячи, там, около четырех с половиной тысяч фруктовых деревьев, и виноград, я показывал вчера, есть план даже свое вино, скай, вин делать, так сказать, поэтому это тоже все производит, друзья, впечатление, и это тоже все часть технологии, где показывается, что строительство, оно совмещено и с облагораживаемым территорией, и создание действительно вдоль трассы города-сада, и трасса нисколько не мешает, не убивает, и с точки зрения экологии, не... Это тоже вот все, друзья, части технологии, и почвы, которые сегодня создаются именно с точки зрения технологии гумуса, это тоже одно из таких любимейших направлений Анатолия Дуаровича, и даже вчера он там открыл некий такой, ну, скажем так, для меня была новая информация о том, что он еще подал заявку, и еще почти 150 гектар будет привязано к экотехнопарку, уже как фермерское хозяйство, хозяйство, и там и пруд, который дальше идет, и лес, который будет вокруг, это все теперь будет почти 200 гектар, это будет территория экотехнопарка, где будет как раз и заниматься строительными технологиями, связанными с производством нового уровня жилья, и вот как раз сейчас там строится, вчера уже показали, заливается фундамент, все это абсолютно новый, инновационный, ну, скажем, такой комплекс, потому что обязательно будет очень много делегаций, правительственных делегаций, поэтому на экотехнопарке без офисного здания просто невозможно, и вот сейчас там идет строительство инновационного, там все инновационно, начиная от фундаментов, стен, стекол, на самом деле, и так далее, пола, потолка, у Юницкого неинновационным быть ничего не может, вот, поэтому сейчас идет там строительство и инновационного офисного здания, и инновационной дороги, и инновационных деревьев, и инновационных, соответственно, даже там в прямом эфире вчера морковку ели с помидорами, которые очень вкусные, вот, и это тоже все часть технологии, то есть вот у нас были очень такие инвесторы из Израиля, которые задают вопрос, что, мистер Юницкий, а зачем вы здесь занимаетесь сельским хозяйством, когда вам надо показывать технологию транспорта, и он привел очень интересный пример, что для того, чтобы нагрузить станцию, которая держит напряжение, там, до 1000 тонн с двух сторон, то есть 500 с одной, 500 с другой, надо либо ее нагрузить железобетоном, то есть просто бесполезной, либо поставить на нее, очень, там, ну, несколько сот тонн почвы, или в этой почвы выращивать нужную продукцию, которую будут кормить, то есть с точки зрения, как раз, подхода, что мы под станцией изъяли почву, ее обогатили с помощью гумуса, поместили наверх, и там же выращиваем новую инновационную продукцию по новым технологиям, то это просто увеличивает коммерческую привлекательность проекта, и они согласились, да, действительно, зачем железобетоном бесполезно загружать станции, которые будут находиться на 3, 5, 10 километров друг от друга, когда можно это использовать с помощью гумуса, поэтому это тоже, друзья, все дает единый эффект, и когда мы говорим, что это целый комплекс, это новое направление скайтека, то есть это то, что мы будем... Даже пол будет... Вот любите вы, друзья, задавать провокационные вопросы, потому что я-то знаю, какой будет пол, а вот вы еще не знаете, но сказать я об этом не могу, поэтому Анатолий Иванович сам, когда будет демонстрировать ини-бусы, ини-байки, он вам покажет, какой действительно будет пол, и я могу сказать, вот точно могу сказать, что никто из вас даже не может представить, каким он там будет, вот никто даже не может догадаться, могу поспорить, что когда он вам покажет, и вы скажете, я так и думал, то я этому человеку буду должен, ну, наверное, давайте там бутылку пипсикола или там тысячу акций, вот, поэтому могу поспорить, что никто не догадывается, какой будет пол уни-буса, вот, так что если кто готов это поддержать, там поставьте плюсик и так далее, потом в личной почте спишемся, в Перископе, соответственно, тоже в чате, соответственно, не, ящик кормик... Не, на коньяк я, друзья, не спорю, это не серьезно, не интересно, вот, я всегда, вот, у нас тут с Анатолием дарчем спор есть, приоткрою такой один секрет, вот, мы сразу спорим, там, на 5 миллионов акций, то есть если сделают, то с моего ящика, ну, с моего аккаунта спишется, если он проиграет с него, поэтому здесь такой вопрос, мы просто с точки зрения акционеров, мы крупные акционеры, поэтому уж если, значит, то, что имеет ценность с точки зрения акций, вот, и как раз наши, друзья, задача, это не просто красивому словцу мы сейчас говорим, а наша задача, чтобы эти все акции стали реальностью, чтобы вот тот актив, венчурный актив, который у меня накоплен за 17 лет, то есть это довольно-таки крупный пакет, так вот сейчас я очень много и работаю, и езжу, и встречаюсь, и привлекаю инвесторов именно для того, чтобы это все стало реальностью, и эти акции, которые сегодня у меня есть, чтобы они реально стали стоимостью, и у каждого из вас весь венчурный пакет, который есть, чтобы он... А, я за то, чтобы... Ну, друзья, давайте спорить не будем, видите, я уже некую интригу такую внес, поэтому давайте пока на этом, а то сейчас мы еще начнем даже реконструировать, как мы это будем, я вам могу сказать, что пол будет очень хорошим, и всем понравится, это вот сто процентов. Вот, так что, так, давайте, значит, ну, я сейчас, ну, свою часть буду заканчивать в том плане, что мы сегодня введем новую работу, и мы сегодня увязываем в этот комплекс, новый именно по привлечению и по инвесторам, значит, с точки зрения работы в Перископе, мы на следующей неделе сделаем, именно будем работать с теми, кто в Перископе, для того, чтобы объяснять, показывать, для чего мы это сделаем и как, соответственно, сказать и делать. Ну, а сейчас, вот пользуясь, как бы, моментом и пользуясь тем, что вот я нахожусь здесь, вот в переговорной комнате Антон Дарча Юницкого, я сейчас, передавая слово Алексею, вот те, кто в Перископе, они еще будут как раз иметь возможность, я прошу, чтобы Антон Дварьевич хотя бы там в двух словах прокомментировал, ну, то, что сейчас происходит, и вот конец рабочего дня, видите, время полдевятого, он только закончил совещание с конструкторами, вообще, я сегодня целый день нахожусь вот здесь, ведем один вебинар, потом очень много работы по скайпу, вот, сейчас второй вебинар, и я просто вижу, с какой интенсивностью идет работа, вот, поэтому и здесь я могу, друзья, передать свое ощущение, кто на него ориентируется, можете относиться нормально, кто нет, значит, для этого пустой звук, что я могу от себя точно сказать, что когда генеральный директор и генеральный конструктор работают с такой интенсивностью, когда настолько профессиональные люди, которые к ним, о том, что результат у нас будет в сентябре, в октябре и дальше, мы будем показывать то, что декларируем, друзья, в этом можно просто не сомневаться. Кто относится к этим словам, для вас это будет просто лишнее доказательство, для кого это пустой звук, друзья, значит, вы со временем поверите и придете к тому, что то, что декларируется компанией Skyway и руководится у компании Skyway, оно регулируется, это все исполняется, и никаких здесь нет ни пустых деклараций, ни пустых звуков. Единственное, что вот вчера тоже на полигоне прозвучало, он даже сказал, что мы сейчас находимся в очень жестких условиях, что мы очень многие вещи, которые не надо было сейчас бы говорить, мы говорим. То есть мы открываем ряд информации и для конкурентов, и для звукопыхателей. Мы сегодня рядом показываем ряд ноу-хау, который может быть, хотя основное, конечно, скрывается, как зенит с лопа, видели, что никакой съемки, никакой быть не может, но тем не менее, все равно идет очень много открытия информации преждевременной, надо бы сначала сделать. Но это именно правило игры краудинвестинга, мы вынуждены и мы обязаны показывать нашим акционерам, нашим партнерам, кто инвестирует, кто пришел, о том, что сделано, какие результаты достигнуты. Это, друзья, такие правила игры. Со временем будут эти правила изменяться. Ну все, Алексей, на этом давай я заканчиваю свою часть. Я сейчас попрошу еще Антону Дуаровича буквально... Ну, а с другой стороны, друзья, наверное, не совсем правильно получится, потому что тот, кто в перископе, тот будет иметь возможность увидеть, а тот, кто в вебинарной комнате, наверное, нет. Поэтому давайте и справедливости ради, я тогда из перископа тоже тогда все-таки не буду использовать эту возможность, а то, наверное, будет не совсем правильно. Я думаю, что это будет справедливо, да, что просто поверьте мне на слово, что Анатолий Дуарович, он всей душой с нами, он сейчас находится здесь за... Ну и давайте вот на этом, наверное, будем считать, что вполне, наверное, достаточно. Вот, да, пишет, это правильно. Вот, ну а те, кто в перископе, вам остается только на слово поверить. Я и там, и там, но это вот, кстати, и там, и там, это абсолютно, абсолютно правильный подход. И мы, друзья, все дальше и дальше будем использовать эти мобильные приложения, мобильные версии. Нам тут сегодня наши партнеры обещают сделать уже приложение, ну, аналог Вайбера или там доработанный вариант Вайбера. Я думаю, что в ближайшее время мы много что увидим, что сделаем. Ну вот, друзья, давайте, я рад, что вы с нами. Я с большим удовольствием, это уже третий день в конструкторском бюро, вот, работаю. У меня еще два мероприятия здесь будет. Потом в субботу мы будем с Кириллом Шинко и Виктором Бабуриным на авиашоу. Именно, именно как партнеры, как моральные, скажем так, спонсоры этого, этого рекорда. И в субботу еще будет тоже много что интересного. Здесь я приглашаю всех уже в Вайбер, в Вайбер, извините, в Перископ, для того, чтобы еще дальше продолжать нашу работу. Ну все, друзья, Алексей, передаю тебе слово. Вот, я тогда, мы с Анатолием Ивановичем едем еще тут у нас на одну встречу. Вот у нас рабочий день не закончен. А я тогда, Алексей, оставляю все на твое попечение. Благодарю, Сергей Анатольевич. Кстати, забыли топросник включить. То есть, основная задача вводного технико-экономического вебинара, дорогие друзья, это, чтобы показать человеку значимость проекта. И вот этот опросник очень важен для нас, для тех, кто действительно перешел с вводного технико-экономического вебинара. Не для новичков, а именно азбука Skyway. То есть, мы разобрали аэродинамику, безопасность, выгоду. И на каждую букву алфавита, буквально, дорогие друзья, можно найти преимущества Skyway, которые у нас хоть отбавляет. Ну, а я хотел бы вам, дорогие друзья, рассказать о том, что происходило у нас в прошлые дни. Что у нас происходило на прошлой неделе. Потому что, фактически, каждый день новости появляются на поле не битвы, но развития Skyway. И ведутся невидимые маркетинговые войны. Вы все прекрасно знаете. То есть, некоторые наши конкуренты или не конкуренты, как угодно можно называть. Допустим, Hyperloop, поезд на магнитной подушке в вакуумной трубе на высоких скоростях. У них сейчас судебные тяжбы. И, собственно, это говорит о том, что, скорее всего, им сейчас не до нас. И одна из самых эффективных компаний Hyperloop One сейчас погрязла действительно в судебных тяжбах. Ну, вот, дорогие друзья, на что и требовалось доказать статистика 16 человек, а проголосовало те, кто вновь пришел, всего 2 человека. То есть, люди, наверное, не знали, как голосовать. Что у нас произошло, дорогие друзья, вот буквально вчера и позавчера, и к чему готовились, к чему готовился непосредственно Кирилл Шимко. Это замечательный человек, силач, борец с различными препятствиями на грани действительно человеческих усилий в физическом плане. Это человек, который сделал погромные достижения в тяге различной тяжелой техники. И настало время подтолкнуть, и, собственно, чтобы передвинулся, один из самых больших вертолетов в мире. И более того, этот вертолет в мире, дорогие друзья, был использован при съемках «Крепкого орешка» Брюс Виллис, как раз-таки вот в эпизоде с Москвой, что-то там бомбил. Ну, это, собственно, к слову. Самое главное, что интересно для наших партнеров, и я пока что не веду параллельные трансляции в Перископе, то есть мы договорились с Сергеем Анатольевичем, что пока что он будет в единственном лице стримером, так скажем, тот, кто ведет прямые трансляции. Но сейчас я могу сказать, что мы отлаживаем эту схему работы, мы будем ее дублицировать. И вторым человеком, который будет вести трансляции. Я одно время вел, на самом деле, трансляции, кто-то подписан на мой канал, сейчас я намеренно прекратил, потому что есть, знаете, понимание эффективность затрата своего времени и именно преимущества и тот положительный эффект, который несешь для проекта SkyWay. Потому что время Анатолия Эдуардовича Ницкого, оно просто бесценно. Время каждого из нас с вами, дорогие друзья, оно тоже становится все более и более ценным, потому что проект развивается все более мощно. И даже вот видите, меня не может не радовать тот факт, что мировой силач Кирилл Шимко, и я пока что с ним не особо, так скажем, знаком. На Экофесте были немножко другие задачи, общение с партнерами и удержание именно информационного поля со своей структурой. Много людей подходило и так далее. С Кириллом я на тот момент не познакомился в апреле, но очень сильно хочу познакомиться, пообщаться, потому что чувствуется, что душа у человека действительно широкая. И вот Кирилл без определенных причин, там знаете, корыстные цели и так далее. Вы видите сами бренд, логотип и так далее. И бета сейчас транслируется по всем мировым СМИ, бета как по российским, так и по международным СМИ, потому что этот рекорд книги рекордов Гиннеса. Вы видите сами логотип спереди и сзади. Ну здесь не так отчетливо видно, но зато видно, что уставший Кирилл, собственно, отдыхает. И на спине большой логотип Skyway. Это личная инициатива Кирилла и огромная, если к нему высказывается, благодарность за то, что действительно, вот будучи активистом Skyway, продвиженцем массы Skyway, спортивной массы, и я вот сделал небольшой перерыв в посещении спортзала, обязательно буду качкам так называемым, то есть себя я к таким не отношу, просто поддерживаю физическую форму. Но это, знаете, как точка входа. И могу приоткрыть вам тайну, как я некоторых бодибилдеров рекрутировал, так скажем, пригласил наш проект. Я привел пример Кирилла Шинко. А знаете Кирилла Шинко? Нет, не знаю, кто это. Это тот, кто тягает башенные краны, тот, кто является мировым силачом, мировым рекордсменом по сдвиганию с места тяжелой техники. И люди заинтересовываются, соответственно, присоединяются к нашему проекту. То есть каждый, дорогие друзья, находит свое применение, у каждого своя точка входа в проект. И помимо того, что спортивные действительно силачи, борцы настоящие, настоящие богатыри поддерживают проект Skyway. И не стесняются говорить об этом на весь мир, просто надев надежду с эмблемой логотипа Skyway. Проект Skyway также развивается и продолжает развиваться по всему миру. Еще в недавнем времени, дорогие друзья, в Восточную Африку поехал Виктор Игоревич Бабурин. Мы все видели репортажи, кому интересно, посмотрите просто прошлые вебинары, они все находятся на канале. И, соответственно, буквально уже с разницей во времени, с серьезной, с большой, в 7-8 часов, несколько дней, так скажем, вот если в общем зачете велась подготовка и переписки были, и Роман замечательный парень, активист, летчик, также с очень серьезными намерениями, с высокой активностью, с инициативой в первую очередь и дальнейшими действиями, что самое главное, вышел на контакт со мной, и мы начали прорабатывать именно концепцию, каким образом подойти к мэру. Вот вы видите на фото мэра Сиалиса, и мэр не постеснялся и абсолютно без каких-либо сомнений согласился сфотографироваться, как результат проведения переговоров, и, собственно, родились некоторые концепции. Вот сегодня также в чатах появилась концепция уже строительства транспорта минус второго уровня, это то, что планирует на сегодняшний день Норвегия, то есть вот я сброшу ссылочку, чуть попозже посмотрите, обязательно всем рекомендую посмотреть, потому что, дорогие друзья, это решение стоит 25 миллиардов долларов, 25 миллиардов долларов реализовать этот проект собирается к 2035 году, и, соответственно, располагаться будет на высоте 20-30 метров на глубине. На самом деле решение SkyWay, дорогие друзья, коллеги, есть также протягивание путевой структуры, расположение путевой структуры, также и под землей. И у нас есть такие решения, как раз-таки для Пуэрто-Рико также представляется необходимым и интересным решение соединения двух городов именно под водой. Ну, а мы обсуждали, соответственно, прогулочную обзорную трассу Юнибайка, потому что Пуэрто-Рико не обладает серьезными запасами месторождений и в чем заключается, допустим, подготовка к общению с мэрами и так далее. Необходимо проанализировать ресурсы, ресурсные потенциалы, экономическую ситуацию, политическую, геополитическую, рельеф, тип местности, современные инфраструктурные проекты, которые сейчас продвигаются. Все это проанализировать и в буквальном смысле выложить именно варианты развития стратегии того или иного региона, потому что если человек придет ни с чем, его и никто и слушать не будет. И как раз-таки вот мы с Романом все это дело подготовили. Ну и, собственно, это действительно замечательно, когда растут люди, которые способны доносить информацию о проекте Skyway, о потенциальных проектах реализации в той же стране Пуэрто-Рико, которая недавно пережила именно вот такой вот технический дефолт и очень серьезная экономическая ситуация. В 2012 году там референдум был собран по поводу вступления в США. И что вот один из первых вопросов я задавал Роману, то есть мы по Вайберу были на связи, и буквально вот у меня была уже ночь, он общался с мэром, и это как раз-таки вот средство пятого технологического уклада позволяет продвигать то, что уже в шестом технологическом укладе мы будем строить, то есть технологию Skyway. И, собственно, был задан конкретный вопрос, а финансирование вообще есть? Ответы конкретного на сегодняшнем вебинаре не имею права дать, но ответ был для меня очень радостным, очень положительным, что и как мы будем говорить уже по фактам. Но одно я могу сказать, что на этой встрече серьезно разобрали проект Skyway, серьезно подумали над его применением, и примерно чуть больше нескольких десятков миль планируется из Сиалисы, Куагас, если не ошибаюсь, город. Это тоже стоимость достаточно серьезная по сравнению с Skyway. Сейчас мэр намерен все это пробивать в транспортный департамент Пуэрто-Рико. Есть связи, самое главное, и были связи у Романа, именно поэтому он начал заниматься инициацией адресного проекта. История эта долгоиграющая, но первые шаги были сделаны, дорогие друзья, и восприняты абсолютно адекватно. Мэр был рад презентации, он заинтересовался применением Skyway на том типе рельефа и местности, которые вы видите на заднем плане от Романа. И это джунгли, это достаточно горная местность, и рельеф на самом деле очень разный. То есть это вот то, что произошло буквально на выходных, переговоры, которые увенчались успехом. Буквально вот уже несколько, более пяти дней находятся в переездах, и многие из нас находятся в мобильном движении, нам не хватает мобильных транспортных аккаунтов. Такую немножко интригу я создал на вводном технико-экономическом вебинаре. Но говорить, что это такое, говорить концепцию я сейчас не буду, потому что давайте чуть-чуть подождем, когда это все устаканится, когда концепция сформируется, и возможно мы ее на TED Talks вообще предоставим. Это именно или на съезде футурологов и так далее, потому что это действительно футурология, дорогие друзья. И Алексей Васильев с лидерами-активистами Skyway Capital по Киргизии, мэру городу Ош, также представил технологию, вот вы видите, фото, без всякого фотошопа, чего не скажешь о наших недоброжелателей, ранее партнеров, даже Виктор Узлов, Adgex и так далее, которые делали, с помощью фотошопа убирали Анатолия Эдуардовича Юницкого с фото, и типа там находится только Виктор Узлов, ну, собственно, вот, даже не в особо хорошем качестве, с мобильного телефона, как отчет, фотография о проведенных переговорах с мэром города Ош. У них есть Тюльман-гора, интересная трасса, сейчас вот как точка входа рассматривается, потому что это место паломничества и, соответственно, большой поток, ну, я не говорю уж о Иссыкуле, я не говорю о напрямую прокладывании трассы путей через Бишкек, там и так далее, в другие государства, и даже там, я был там, и, собственно, вот в прошлом году мы договаривались, что поедем на Иссыкуль, но потом уже просто график был настолько напряжен, что 4 часа, это дорогого времени стоит, чтобы 8 часов туда-обратно ездить, с помощью технологии Skyway, ну, буквально минут за 30 можно будет доехать до Иссыкуль, то есть со скоростью действительно 120 километров, 150 километров в час, если это городской пассажирский, если это именно юнибайки модули, то до 120 километров в час, в своем личном пространстве мобильном, в своем мобильном транспортном аккаунте, то есть речь идет не о аналогии, допустим, с какими-то аккаунтами Аэрофлота и так далее, современных авиакомпаний, наиболее-более широкая концепция, и сейчас мы не будем останавливаться на этом, я делаю именно такую затравочку, чтобы это немножко осело в ваших мозгах, дорогие друзья, потому что это все-таки расширенный технико-экономический вебинар. И что я хотел бы сказать, не то что в завершении, но редко компания о вас о чем-то просит, и я думаю, что все с этим согласятся, на сегодняшний момент давайте проявим инициативу и проголосуем за компанию Skyway, там от лица Анатолия Эдуардовича, соответственно, было сформировано сообщение, сейчас вот я чуть-чуть, минутку сброшу эту информацию, потому что это действительно очень важно, почему-то сейчас вот это затерялось куда-то. Информация по поводу голосования, если у кого-то есть, дорогие друзья, то сбросьте, пожалуйста, а вот, пожалуйста, проголосуйте за проект Skyway, и внизу дана вот подробная пошаговая инструкция, каким образом пройти процедуру, в чем заключается суть, дорогие друзья, есть краудфандинговая, блокчейновая, для кого-то страшные слова покажутся, площадка, то есть блокчейн это криптотехнология, децентрализованная площадка, и Даниил Лаример является основателем компании BitShares, он же также основал Steemit и токены, BitShares это 11 по величине криптовалюта, то есть достаточно серьезный потенциал и оборот этой криптовалюты вообще в мире. Вознаграждение пользователям на этой краудфандинговой площадке за те проекты, которые выигрывают в качестве голосования, происходит наполовину в Steam Power, то есть это переходная валюта, наполовину в Steam Dollars, и наша с вами сегодняшняя задача, дорогие друзья, проголосовать, чтобы выиграть, есть у нас все шансы, и соответственно те, кто сможет ворваться в качестве победителей, получат возможность серьезной инвестиции нашего проекта, и в конце августа будет выбран победитель, который получит право провести двухмесячную кампанию по сбору средств на криптовалютной крафтфандинговой платформе. Я могу привести много, на самом деле, примеров, каким образом серьезные финтех и проекты, начиная с Oculus Rift, заканчивая Revolute, на базе серьезного сервиса Level 38, то есть это тоже такое сообщество предпринимателей, фондов и так далее, был выведен на капитализацию этот проект, и, собственно, почему бы и да не приумножить финансирование за счет этого конкурса, мирового конкурса, и мы, соответственно, сможем пройти уже к мировой иностранной общественности, будет еще больше упоминаний в СМИ, но самое главное, мы еще сможем зафинансировать наш проект. Естественно, это не полностью, потому что да полностью нам еще пилить и пилить, дорогие друзья, но наша с вами заслуга заключается в том, что несмотря какое бы время суток, в каком бы городе мы не жили, Европа, Россия, Азия, либо другие страны, мы инвестируем в проект Skyway, мы верим в проект Skyway, и мы строим проект Skyway, дорогие друзья, и по-другому быть и не может. И 20-го, 23-го сентября мы продемонстрируем то, что все ожидают, соответственно, также будет 24-го сентября выставка инотранса в Берлине. Пожалуйста, передайте ссылку тем коллегам, партнерам по структуре, которые планируют, имеют родственников, предпринимателей, знакомых, не важно, в Берлине, приглашаем на конференцию, также действуют пакеты инотранс, он позволяет и приобрести на выгодных условиях достаточно, войти в инвестирование проекта Skyway, а также получить уже непосредственно билеты на выставку инотранс. Что касается меня, Сергея Анатольевича, мы уже билеты взяли, обязательно там будем, и многие-многие наши активисты также там будут. Ну а что касается уже демонстрации, я мог сказать, дорогие друзья, что у нас демонстрация как планировалась, так и будет, но хотелось бы сделать небольшую ремарку, чтобы вы были к этому готовы. Благодаря тому, что сейчас многие государства мира желают посмотреть на демонстрацию, это первые лица государства, и даже боишься произносить этих первых лиц, и мы не будем их произносить только по факту, только когда это будет свершившийся факт. Сейчас намного важнее произвести для первых лиц, для серьезных, для крупных, крупнейших предпринимателей, фондов, венчурных, финансовых инвесторов, которых мы все ожидаем, которые будут совершать вливание уже на десятки, на сотни миллионов долларов, в первую очередь для них важно провести демонстрацию. Также немаловажным является факт, что демонстрация будет проводиться осенью, и не хотелось бы, чтобы тысячи наших сподвижников, инвесторы, да и мне тоже не хотелось бы в дождь слякать по колено в грязи, хотя я готов и с удовольствием буду вкапывать первые, допустим, рыть ямки под будущие опоры промежуточного ограждения в вечной мерзлоте, мы об этом с Сергеем Тольчем говорили, то есть в любых условиях действительно мы готовы развивать проект Skyway, но хочется, чтобы это был действительно праздник, и ввиду приезда крупных делегаций, ввиду того, что все-таки должно быть разделение полей, и не может быть так, что тысячи людей смотрят, ходят по эко-технопарку, и также, соответственно, в той же толпе находятся крупные руководители. Если это организовывать, то понадобится более серьезная организация, более серьезная система безопасности, лучше мы это поля, соответственно, разделим. И сейчас вот именно всеобщим голосованием, ну и решением, естественно, головной компании, как представители головной компании, лично Анатолий Эдуардович скажет, так и будет, но вполне возможно, что через некоторое время после демонстрации первым лицам уже будет проведен эко-фест, может он пройдет и даже в традиционное время уже для эко-феста, который происходил в апреле и будет приурочен к дню рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого, может произойти и так, но одно я могу сказать, после демонстрации, дорогие друзья, да и что говорить после демонстрации? После демонстрации подвижных составов, неподвижных еще в Берлине, у нас появится очень серьезный всплеск дополнительных инвестиций, очень серьезная заинтересованность проектом SkyWay тех людей, кто наблюдал, которые действительно по-крупному инвестируют. Пока что у нас 330 тысяч долларов инвестиция и готовится на миллионы долларов инвестиций, но потом будут на десятки, на сотни и тот, собственно, этап, на котором мы сейчас находимся, 7,5 я его называю, может быть 7,3, может быть 7,2, но больше седьмого уже. Дорогие друзья, это наша с вами заслуга, тот, кто бежит действительно в марафон, тот, кто не спринтер, тот, кто не сходит в дистанции, тот, кто присутствует и продвигает проект вот на подобных встречах с мэрией. И мы, дорогие друзья, с Сергеем Анатольевичем, готовы общаться по конкретике, обучать, готовить тех людей, которые действительно реально имеют связи и могут реально инициировать адресные проекты, но делаем упор и преимущество. Сейчас в основном не на Россию, то есть по Крыму была проделана в том числе такая вот работа, в чатах вы видели, но давайте сделаем упор все-таки на ближнее, дальнее зарубежье, потому что Россия имеет весь потенциал сделать струнную путевую структуру, сделать прорыв, действительно русский прорыв, но будет этот выбор сделан или нет, зависит не от нас с вами, дорогие друзья. Можно готовить предварительно общаться с мэриями и так далее, но сейчас мы сконцентрированы по большей части на дальней зарубежье, на ближней зарубежье, потому что строй скайвей спасает планету и дает дорогу в мир транснету. Но дать дорогу в мир транснету, дорогие друзья, мы сможем только при прокладывании первого десятка тысяч километров дорог, потом первые сотни тысяч километров дорог, миллионы, десятки миллионов, и в идеале через 10-15 лет замкнуть еще до начала строительства глобального инфраструктурного проекта. И я абсолютно уверен, дорогие друзья, что мы это сделаем, потому что мы собрались здесь не просто так, и не просто так складываются на сегодняшний день события с хайперлупом и так далее, потому что рука проведения, космическая божественная рука нас ведет, невидимая, к успеху, к развитию, потому что этот проект направлен действительно на будущее всего человечества, на очищение Земли от техногенной цивилизации и в будущем уже при строительстве общепланетного транспортного средства на вынос промышленности в открытый космос. И первопроходцами, дорогие друзья, являемся как раз-таки мы с вами, и никто, кроме нас с вами, этого не сможет сделать. И не скрывайте своих, так скажем, эмоций, то, что вы участвуете в проекте Skyway, потому что, ну, глупо на самом деле, дорогие друзья, при тех этапах строительства, при тех моментах, которые мы уже достигли, результатах, хотя бы не заинтересоваться проектом и хотя бы просто не следить за ним. Потому что пока что тот, кто регистрируется, даже не инвестирует, но все все равно потом инвестируют, потому что, но стойкость, я не знаю, сколько должно пройти, максимум несколько недель при тех событиях. Если бы я сейчас вошел бы, я бы инвестировал, наверное, дня через 2-3, потому что шквал событий, и у меня, знаете, такое вот ощущение сложится, а не упускаю ли я чего-то, как когда-то я упустил биткоин в 2001-2011 году, когда я занимался несколько другими вещами. Никак нет, я не упущу проект Skyway. Чего вам, дорогие друзья, и желаю, строя Skyway, спасая планету. На словацком Будуш Skyway, захран планету. Там мы были, там мы развиваем Skyway, строим Skyway и развиваем на высшем уровне. Эпиджа Skyway, мэтч Мегабойгуд. Ну, на киргизском сегодня был загруженный день, как, собственно, и обычный день сейчас. Но это, знаете, приятная загруженность, приятная занятость. То есть, строй Skyway, спасай планету, мы объединяем мир, объединять мир – наша работа. До скорых встреч, дорогие друзья. Я хочу сказать, что немножко интрижка. У нас скоро начнутся по посещаемости лотереи на вебинарах. Это идея Дениса Анатольевича Юницкого. Очень хорошая маркетинговая активность. Когда работаем, будем внедрять, будет очень интересно. И, поверьте мне, это будет мотивировать, приглашать людей, потому что тот человек, который просто первый раз вошел, он может выиграть некий пакет обязательств. Не то, что выиграть – это не подарок, это, знаете, как дань интересу. И все, больше ничего не буду говорить. Итак, слишком много сказал. Следите за проектом. Посещайте наши вебинары. Присоединяйтесь на каналы Перископ. Обязательно дам канал Сергея Анатольевича Сибирякова. Кто желает, также посмотрите там в подписчиках. И я, и Александр Мосин, у Сергея Анатольевича Сибирякова есть. И что вот касается канала Перископа Сергея Анатольевича Сибирякова, не поленитесь, загляните, заинтересуйтесь и присоединитесь. Подпишитесь на канал, потому что несколько дней назад был рекорд мировой Skyway, знаете, по Фрейду, так как говорился, мировой рекорд Кирилла Шимко, который поддерживает Skyway. И вчера была трансляция, которую все ждали. Это лайвстрим, прямая трансляция с Экотехнопарка, с научно-производственного конструкторского предприятия. И, дорогие друзья, даже с мастерской. Это все говорит о том, что на вопрос, а когда будут дивиденды, я не могу ответить определенные точно, но могу сказать, что скоро и прибыли у компании будет много. И, соответственно, нам будет также с вами достаточно неплохо. До скорых встреч, дорогие друзья. Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир транснету. Каким будет общественный транспорт через 20 лет? Есть ли у Красноярска шанс избавиться от пробок? Один из уникальных проектов позволяет горожанам буквально пролетать над заторами. В эфире наша рубрика «На все сто». Она посвящена 80-летию Красноярского края. Метрополитен может выйти из-под земли. В Красноярске предложили проект воздушного или по-другому струнного метро. На высоте нескольких десятков метров между опорами натягиваются два параллельных стальных троса. Внешне такой транспорт напоминает куникулеры в горах. Только на струны дороги тросы остаются неподвижными, а кабинки ездят по ним при помощи собственной тяги, как железнодорожные поезда. Воздушное метро полностью дублирует функции традиционного метрополитена, но стоит в 15 раз дешевле. Да и скорость строительства возрастает как минимум на порядок. Арки ставить это и туннели копать. Специалисты почитали, чтобы такое метро появилось в Красноярске, необходимо всего год на проектирование и три на постройку. Технология, разработанная российским ученым Анатолием Леницким, может стать прорывом в решении транспортных проблем таких крупных городов, как Красноярск. Основные преимущества воздушного метро – экологичность и минимальный шум. Кроме того, оно не требует много места. Арки ставятся прямо над улицами. Для воздушного трамвая рельеф местности не играет особого значения. Поэтому представьте себе, если устроить линию, допустим, Сибирский федеральный университет и торгово-развлекательный комплекс планет. Опять-таки, время в пути составит 12-15 минут. При этом и от традиционных видов транспорта никто не собирается отказываться. В Красноярске рассчитывают все же достроить подземное метро, впустить новые виды трамваев, автобусов и троллейбусов. Но они будут совсем другими. Через 20 лет будет больше количества экологически чистого вида транспорта, больше будет развитый электротранспорт. Возможно, больше будет автобусов, которые будут использовать альтернативные виды топлива, тот же жиреноприродный газ. И, может быть, через 20 лет мы услышим такую новость. Сегодня, 20 ноября 2034 года, в Красноярске запущена очередная ветка воздушного метро. Она соединила Соланцы с микрорайоном Солнечный. Поэтому теперь краевой центр связан единой системой струнного метрополитена. Напомним, проект был запущен 15 лет назад, и столица края избавилась от автомобильных пробок. Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных.